Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Бронзовую медаль привез на финише всероссийских соревнований по гребле на байдарках и коной рядовой спортроты ЦСКА Самара Владислав Пынзарь. Он выступал в паре с Олегом Колесниченко на дистанции 200 метров. Кроме этой дисциплины в Казани разыграли комплект наград юниоры до 24 лет из 26 регионов России на коной одиночках и четверках на дистанциях 500 тысяч и 5000 метров, а также в эстафете 4 по 200. Копилка сборной Самарской области пополнилась третьей медалью и на Всероссийской летней универсиаде. Борис Краснов в китайском Тайбэе завоевал золото в турнире под Хэквондо. В весовой категории до 68 килограммов Тольятин содержал три победы до полуфинала, где одолел прошлогоднего олимпийского чемпиона Ахмада Абу Гауша из Иордании 17-15. В поединке за чемпионский титул Краснов в дополнительном раунде сломил сопротивление азербайджанца Айхана Тагизаде 2-0. Для сборной России эта золотая медаль стала четвертой на универсиаде и первой в соревнованиях тхэквондистов. Ветераны тоже не подвели молодежь. 82-летний Станислав Визовский из Красного Яра выиграл две бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию. В Будапеште в Венгрии Визовский показал на открытой воде шестой результат, но по регламенту соревнований медали получила вся шестерка финалистов. А уже в бассейне в условиях невероятной конкуренции Красноярец завоевал еще одну бронзовую медаль, финишировав пятом на 100-метровке баттерфляем, где он с точностью до сотых долей секунды повторил свой личный рекорд – 2 минуты 26 и 62 сотые секунды. А чемпионка мира 2015 года Наталья Кораблина из Тольятти повторила достижение Визовского ножа на спине на дистанции 50 метров с результатом 30 с половиной секунд. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!